Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю сегодня о мероприятиях издательства «Время» на Санкт-Петербургском книжном салоне. Итак, с 25 по 28 мая в Михайловском манеже Санкт-Петербурга пройдет грандиозное книжное мероприятие. Более 240 российских книжных издательств представят свои книги, авторов, события. Не забудитесь в этом книжном оберинте, расскажу то, что будет происходить и будет связано с издательством «Время». 26 мая с часу до двух на стенде Российского книжного союза, это стенд 411, будет встреча с Сашей Филипенко. На этот раз прозаик, известный во время многих премий, Саша Филипенко представит свой новый роман «Красный крест» и поучаствует в проекте литературного эксперта Кларисы Пульсона «Книги моей жизни». Это будет публичное интервью, это будет беседа о романе, о творчестве, о жизни, такой свободный формат общения с читателями. Итак, 26 мая, стенд Российского книжного союза с часу до двух. 26 мая с трех до четырех, в гостях у издательства «Время» писатель Ирина Витковская. Она представит свою книгу прозы «Один рыжий, другой зеленый», вот с таким смешным названием. И после авторского чтения, после выступления будет автограф-сессия. Напоминаю, стенд издательства «Время» 637. А встречу с Ириной Витковской представляет литературное агентство Ирины Горюновой. 27 мая в субботу с часу до двух в гостях у издательства «Время» Елена Михайловна Минкина-Тайчер. Вы, конечно, помните прекрасные романы «Эффект Рибиндера», книгу «Там, где течет молоко и мед». И ее новая книга должна поспеть вот-вот, прямо вот к презентации этой выставки. Это будет новинка, которую еще нигде нельзя будет увидеть, только на стенде издательства «Время». Она должна поступить со дня на день из типографии. Женщина на заданную тему будет называться «Сборник из шести повестей» Елены Минкины-Тайчер. И 27 мая вы сможете получить автограф у автора и пообщаться с ним на стенде издательства «Время» 637. 27 мая в субботу же с четырех до пяти Саша Филипенко придет в гости на стенд издательства «Время». Потому что автограф-сессия на стенде Российского книжного союза, скорее всего, не получится. Разговор обычно бывает с Сашей Филипенко таким интересным и таким длительным, что никогда не хватает времени на эту самую лакомую часть мероприятия. Поэтому автограф-сессия состоится 27-го. Не пропустите. С трех до четырех. Стенд издательства «Время». 28 мая, воскресенье. Встреча с детским писателем. С двух до трех у нас в гостях на стенде издательства «Время» Екатерина Тимошпольская. Приходите, пожалуйста, «Митя Тимкин». Это уже трилогия. И хотя третий том вам пока не удастся подержать в руках, но вы можете узнать, что будет в этой книге. И, конечно, пообщаться с автором. Итак, «Митя Тимкин. Второклассник». «Митя Тимкин. Приключения продолжаются». И анонсирование нового, завершающего тома этой трилогии «Прощай, начало» как он будет называться. Это «Митя Тимкин. Герой нашего времени». Екатерина Тимошпольская. Представит свои книги для детей и взрослых 28 мая, воскресенье. И 28 мая, воскресенье, предлагаем вам прогуляться совсем недалеко от Михайловского манежа на Лиговский. Там, в большом книжном магазине «Буквоед» состоится презентация литературного агентства Ирины Горюнова. Ирина Горюнова будет представлять своих авторов в рамках отчетности за прошедший период с момента предыдущего книжного салона. Это очень интересно всегда у нее, потому что все авторы Ирины Горюновой – это яркие личности, которых она собирает и открывает. Такая ее задача – открывать новые таланты. Итак, программа мероприятий издательства «Время». Не пропустите встречи с Сашей Филипенко 26 и 27 мая. Не пропустите. К нам прилетает из Израиля Елена Михайловна Минкина-Тайчер. Новая книга «Женщина за данную тему» должна поспеть вот-вот прям в презентации. И, конечно, встречи с Екатериной Тимошпольской и Ириной Витковской. У нас и взрослая проза, и детские книги. Все будет представлено в программе мероприятий. Приходите в Михайловский манеж. Ждем вас. Надеемся на хорошую питерскую погоду. И с удовольствием представим вам наши книги, нашу классику, наши новинки и наших авторов. Спасибо за внимание.